Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Вот мы уже в эфире, на самом деле, уже начали эфир. Олег Александр Шунин. И к нам в студии присоединяется Диана Пашко, певица наша латвийская. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро всем. Очень здорово, когда вот мы можем действительно глаза в глаза. Ну, часто за время ковида мы привыкли уже к тому, что постоянно работаем в зуме. И, конечно, с одной стороны, интересно эта возможность вытащить людей там в самых невероятных там историях. И за границей тоже у нас там были включения. Но насколько ковид вот повлиял, вот это то, что касается вот нашей какой-то радийной истории. А насколько ковид повлиял на все-таки жизнь исполнителей? Потому что, понятно, было время, когда не было вообще концертов, когда пытались устраивать по интернету концерты. Чуть ли не каждый вечер можно было смотреть. Вот был такой опыт? Ну, я скажу так. В принципе, коронавирус в первую очередь дал возможность сконцентрироваться на своем каком-то внутреннем мире. Потому что концертов так много не было, то есть у нас не было возможности так активно выступать. Ну, было что-то запланировано, но все, к сожалению, пришлось отменить. И тогда я взялась, собственно, за свой авторский материал. Поняла, что нельзя терять время, что нужно что-то делать, искать варианты. И хотя бы за это время успеть наработать материал, который в будущем может звучать. Я надеюсь, и зазвучит. Да, и мы все вернемся к прежнему режиму. Ну, и это была отличная возможность поработать удаленно с различными музыкантами. Я, допустим, работала с музыкантами из Украины. Мне посчастливилось найти людей, которые со мной оказались на одной волне и услышали то, что слышу в своей голове я. А как происходит эта работа удаленно? Вы знаете, очень сложно, потому что я, на самом деле, такой человек. Мне надо сидеть рядом и находиться в процессе непосредственно здесь, сейчас. Для меня это был тоже, так сказать, вызов, потому что, ну, общаясь лично, у тебя есть сразу же обратная связь. И все-таки онлайн – это такая коммуникация не без шумов, я бы так сказала. Потому что иногда нужно что-то срочно поменять, иногда нужно что-то переделать. У меня какая-то идея быстро рождается. И вот из-за этого расстояния, несмотря на то, что это онлайн, все равно сразу тут и сейчас не получается. Потому что эта песня, она должна была выйти, про которую мы сегодня поговорим, ну, в принципе, планировалась год-полтора года назад. К сожалению, ну вот, хотя, может быть, и счастье, как говорится, все в свое время приходит, да, и случается. Но, тем не менее, из-за того, что я не смогла прилететь, допустим, в Украину своевременно, все это затянулось. Так что это отличная возможность себя прокачать в некоторых, так скажем, ну, не знаю, там, организационных моментах, скажем так. Так, узнать новых людей, посотрудничать с кем-то, потому что, ну, всем же скучно, ну, все дома сидят, ну, не для себя же петь. Можно, конечно, но очень быстро надоедает. Поэтому все начинают как-то что-то придумывать, активничать. Но, с другой стороны, это все равно есть какие-то свои издержки. И вот в данном случае издержками стало это время. Но, знаете, мне кажется, что иногда стоит ждать, чтобы получить тот самый результат, который ты долго хотел достичь. Ну, судя по одному из видео, если не ошибаюсь, в ваших социальных сетях, эта песня появилась и не год, и не два назад, а пять. Да, да. Что-то такое прозвучало, что я ее напевала там под гитару у костра, условно, сейчас близко к тексту что-то импровизирую, пять лет назад. И вот, наконец-то, вы высидели, высидели. Я пишу свои песни, на самом деле, просто об этом мало кто знает, но лет, наверное, с 13. И я не знаю, почему так у меня по жизни складывается, но в целом мне никогда не удавалось их делать легко. То есть у них всегда был какой-то очень сложный путь. Или в плане нахождения своего человека, аранжировщика, или там в плане выпуска или запуска. То есть вот как-то по конкурсам с какими-то каверами у меня все гораздо легче получалось. Ну, это понятно, потому что авторский материал, он пока никому не известен, и нужно вкладывать гораздо больше сил на раскрутку. Нечем ты там поешь уже всем известную песню. Вот. И эту песню я написала, ну, если я не ошибаюсь, лет пять назад, наверное. У меня есть где-то еще видео, где я сижу на даче ночью, там, тихоря что-то записываю. Я еще тогда с родителями жила, то есть я мешала и соседям, и им спать. Вот. Но песня обычно ко мне приходит очень быстро, то есть это за 20 минут я могу написать от и до. Это просто какой-то поток, и я слышу сразу со словами и с музыкой. Нет такого, что я очень долго сижу и там подбираю что-то. То есть это просто пришла одна идея, я ее под пианино пропела, а все, у меня структура в голове сложилась. И самое как бы в этом процессе неприятное, то что там в голове это все и остается. Потому что потом тебе нужно нести это в свет, показывать, искать людей, кто бы вот словил эту идею. Ну, дятина начинается, это же надо еще реализовать, а в голове это уже все звучит, уже все хорошо. А было бы так здорово, вытащил флешку из головы уже из готовой песни, вот уже она вся вот прозвучала, вот и до, хоп, и встал. И в голове, если бы вы знали, сколько у меня в голове песен, у меня, наверное, уже альбома три, наверное, в моей голове, я все вот уже годами это слушаю, я уже схожу с ума, если честно. Поэтому это уже физически мне необходимо. Давайте не сходить с ума. Песня «Сломанная». Первая ли она из того самого собственного материала? Вы знаете, нет, я не буду брать, она не первая. До этого я уже выпускала две свои песни. Первая называлась «Ноугад». Ну, тогда это сколько мне лет было, тоже, наверное, таких семнадцать. Потом у меня была песня «Я или она». Они все есть в сети, у них есть свой небольшой круг, но тем не менее таких сердечных слушателей. Но все равно, я признаюсь честно, они, так как я работала над ними в сотрудничестве с другими людьми, я не могу сказать, что мне до конца удалось сделать их такими, как я их слышу. То есть понятно, что я безумно благодарна всем людям, которые помогали мне делать эти песни предыдущие. И, слава богу, они звучат хотя бы в таком виде. Но в дальнейшем, я думаю, что если я уже буду делать какую-то свою авторскую программу, то и эти песни, они зазвучат, наверное, в новом каком-то звуке, в новой аранжировке. Потому что нормально, все идет вперед, все как бы меняется. И для опыта это очень был полезный, скажем так, процесс. И тут мы приходим к тому, что известная, достаточная певица Диана Пашко, которая обычно выступала, ну, какой-то такой гитарный звук, что-то приджазованное, вдруг выпускает композицию в такой, в общем-то, дэнс-стилистике. И выясняется, что в голове у Дианы Пашко звучит именно евродэнс-музыка. Ну, вы знаете, я признаюсь так честно, я выросла на музыке Константина Меладзе, я обожаю этого композитора, это с самого моего раннего детства вставлялся его диск, там, начиная с селяви эпохи, я рассаживала игрушки по дивану, и вот там начинался у меня концерт, то есть это русская эстрада, да, и, как вы говорите, дэнс-музыка, она у меня в крови, я не знаю, хорошо это или плохо, то есть многие меня как-то склоняют, скажем, к более фирмовому звучанию, но я внутри душой русская и чувствую вот это вот все, драматизм ситуации максимально, и вот, наверное, русская эстрада... Такой на разрыв аворты, что страдания такие, одно название сломанное обо всем говорит. Да, да, но я сразу забегая вперед, это тоже вымышленная история, скажем так, я человек впечатлительный, у меня хорошая фантазия, вот, и я люблю, даже, не знаю, там, сидя где-то, наблюдая кого-то, у меня рождается картинка в голове, она меня может вдохновить настолько, что я могу написать целую песню, вот, поэтому сейчас со мной все хорошо. Но каверы-то, каверы, они помогли, вот, потому что я сразу вспоминаю историю Битлз, которые до этого, там, пять лет ездили в Германию для пьяных матросов, они исполняли весь репертуар, который им заказывали, и вот потом они говорили, что не будь этой суровой школы, когда мы там вот пели чужие песни, мы бы не смогли написать свои. Нет, безусловно, я, во-первых, я не завершаю свое творчество перепевания песен, я надеюсь, что мы еще, ну, как бы, я смогу дарить людям возможность услышать эти песни в моем исполнении, это очень крутая школа, это настолько тебя, как бойца, закаливает, как вокалист, в любых условиях, там, на улице, не на улице, ну, учитывая сейчас последние события, да, из-за коронавируса мы очень много пели на террасах, мы очень много пели на open-air террасах, ну, это полезно, в принципе, для голоса, чтобы он у тебя был в любой момент готов петь, потому что условия были разные, и ты публику чувствуешь разную, ты с разными людьми встречаешься, то есть, конечно, это такой иногда даже суровый режим, он тебе потом помогает быть, ну, мобильным, быть, тебе комфортно уже везде становится, вот, конечно, иногда все-таки я лукавлю, что мне комфортно, да, то есть, я даже сейчас немножко волнуюсь, переживаю, но, тем не менее, это очень хорошая школа, и, ну, это нормально, мне кажется, через это все проходят. Ну, в общем-то, это классика, да, музыкант, который прошел через, условно, да, да, простите за пониженную лексику, кабаки, он, во-первых, ну, школа жизни во всех смыслах. Абсолютно. И умеет подстроиться и по настроению публики, и реагировать на различную публику, которая в различном градусе настроения пребывает и так далее. Я также скажу, что это лучшие уроки вокала, вот честно, вот просто, это надо просто идти и делать, и петь, вот ты поешь два с половиной часа, там, без остановки, нон-стоп, ну, или ладно, с какими-то остановками, просто потом уже через, на четвертый концерт у тебя так песня льется, что ты прям в шоке. Часто бывает, когда вот во время живых выступлений, где-то действительно в террасе, там, ресторан, кафе, бар, требуют что-то спеть на заказ, или там из задних рядов нетрезвым голосом, амурку мажешь, вот это вот. Ну, вы знаете, я не знаю, хорошо это или плохо, если вот так требуют. У нас очень всегда интеллигентная публика, но мы все-таки живем в Риге, у нас все люди воспитанные, красивые, никогда такого я с таким не сталкивалась, с таким хабарством, скажем так. Вот, но даже если подходили, что-то просили, каких-то совсем блатных шансоновских композиций не запрашивали, мы просто в таких местах, может быть, где есть такая публика, не выступаем. В целом мы, на самом деле, пару раз даже были готовы что-то там на ходу, прям найти аккорды и что-то спеть. Владимирский Централ, условно. Ой, да я не против Владимирского Централа, отличная песня, ее можно по-разному тоже исполнить, мне кажется, это тоже показывает, насколько ты можешь подстроиться. А вот как раз вот про каверы, я как ведущий программы, когда-то была у нас переделки на про каверы, вот всегда было интересно услышать песню, которая вдруг, вот полностью по-другому, там какая-то лирическая баллада, она звучит как тяжелый рок, или там в стиле джаза, совершенно, вот ты привык ее слушать как зубодробильную какую-то такую, а ее поют как вот сентиментальную песню. Это, конечно, безусловно, это хорошо, потому что твое какое-то авторское прочтение, что-то новое, потому что это всегда полезно посмотреть на что-то уже, скажем так, статичное, всем понятное, под новым углом. И ты думаешь, воу, да здесь еще можно кучу всего придумать. Собственно, мы на самом деле с Декруассан, с ребятами, с которыми я играю, каверы, мы тоже всегда подстраиваемся, во-первых, под мой голос, учитываем, что он достаточно низкий, что, может быть, стоит поменять, там, не знаю, какие-то партии, чтобы это оттенить, да, и никогда не копируем точь-в-точь, потому что я не вижу смысла, ну, ты можешь не платить музыкантам, не звать их, поставь, не знаю, диджея, он тебе сыграет все песни именно в том звучании, в котором они тебе нравятся. Но мне приятно, когда слушатели иногда подходят и говорят, ты знаешь, мы слушали песню, там, допустим, не знаю, мы перепеваем Макса Барских «Туманы» или там «Лободу, твои глаза», ну, что-то очень уже настолько въевшееся в голову людям, да, и я даже не сразу поняла, что это эта песня, ну, то есть, как бы, есть ли она в записи, допустим, ну, и это здорово, для меня это лучший комплимент, потому что, ну, если это что-то отличное от того, что всем привычно, то, значит, нам удалось привнести что-то свое, и я не могу сказать, что это просто копия поэйс, скажем так. — Так, «Лобода», не я первый произнес эту фамилию. А никто не говорил, что аранжировка «Сломанная» напоминает «Лободу»? — Ну, говорили, звучание, стилистика, набор инструментов, в принципе, ну, это нормально. Есть трендовые какие-то звуки, которые сейчас скотируются, которые сейчас, ну, будем выражаться простым языком, заходят слушателю, и игнорировать это тоже, наверное, глупо, потому что, мне кажется, собственно, и песни «Наугад» и «Я» или «Она», они все-таки, их проблема в чем? В том, что, наверное, они звучат в более таком звучании, понятном для более взрослой аудитории, и произошел такой диссонанс, мне было сколько лет, ну, 18-17, да, то есть молодая девушка, а звучание очень, ну, такое, и формат взрослой, состоявшейся артистки. Вот, на пару радиостанций, где меня лично не видели, вообще думали, что мне там лет 35-40, и вот я уже пою, такая прожженная, пожившая, все понимающая в этом, а мне, на самом деле, всего-то не всего, там, 17 лет. И сейчас, когда, ну, вышло сломанное, мне кажется, что это такая золотая середина и компромисс, где сошлись и моя какая-то уже зрелость, в принципе, ну, там, сейчас мне уже 25 побольше, мое какое-то там видение, понимание и современный звук. И мне кажется, что это все удалось совместить вот в одну такую интересную композицию, потому что, я признаюсь честно, я очень долго работала над аранжировкой и здесь, в Риге, и в Украине, и версия, которую мы сейчас послушаем, она родилась вообще за два дня. То есть вот так бывает, ты полгода работаешь над каким-то своим звучанием, потом мне посчастливилось узнать аранжировщика из Украины Стаса Матвеева, и он просто предложил мне, давай, скинь мне эту песню, я попробую что-то сделать, и я понимаю, что вот она. Что человек просто, который, наверное, знает, действительно знает свое дело и слышит, он мне так облегчил задачу и просто разгрузил мой мозг, и я поняла, что вот, она должна быть такой. То есть иногда моя проблема в том, что я все привыкла делать сама-сама, вот мне проще все само, я понимаю, что так нельзя, что ты все равно… Делегировать, делегировать, это важно. Да, да, да. И я понимаю, что каждый должен, наверное, заниматься все-таки своим делом, нужно доверять людям, учиться довериться, прислушаться. Я очень благодарна всей команде, которая работала, потому что они говорят, ну нет, Диана, ну давай вот здесь оставим этот звук, ну ты просто уже привыкла, ты там вот заслушала это демо полгода, там сидела на своих дачах, еще где-то. Давай немножко по-другому. Но они-то все-таки слышат объективно, у них нет уже… Замыленности. Да, 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 они не так вцеплены в этот материал, поскольку я, конечно, как автор, ну это мое детище, я не могу оставаться там равнодушной. Вот, ну и я им за это очень благодарна, и такой опыт, который, да, вывод один – делегировать, вы правильно сказали, доверять, вот, но проверяйте, конечно же. И не бояться выходить за рамки свои какие-то привычные. Я правильно понимаю, мы сейчас стали свидетелями внутреннего монолога, который просто бы вслух проснился. Вы мне чаще приглашаете, тут такие будут монологи, да, у меня это часто происходит. Я не так часто разговариваю с людьми, я, поскольку такой достаточно закрытый человек, но если разговариваю, то вот потом что-то такое могу выдать. Как нам повезло, что вы сделали для нас исключение? Ой, нет, мне повезло, что вы меня пригласили, спасибо большое. Спасибо, мы обменялись комплиментами, но вот смотрите, когда ждать следующих песен? То есть вот их, я понимаю, уже накопилось достаточное количество. Дело зачем? За аранжировщиком? Ну, в него я верю, он уже найден. Витя, привет. Нет, мы работаем, у меня 18 ноября день рождения. Я не хочу ничего загадывать, хотя я уже ляпнула, ну ладно. Я очень надеюсь, что осенью выйдет еще, ну, как минимум две песни, одна из которых точно будет на английском языке, это тоже абсолютно случайно произошло. Я там же в Украине, когда была, я за 10 минут написала песню на английском, и это было очень для меня странно, потому что я никогда на английском не пишу. Но это ладно, это мы в следующий раз встретимся, и я расскажу. Но сейчас я хочу насладиться, конечно, релизом «Сломанной», потому что она, не знаю, два с половиной года ждала уже своего часа, и наконец-то, как все шутят, я разродилась, и вот ее можно послушать. Поэтому я в процессе, ну, я продолжаю работать над другими песнями, но вот сейчас наслаждаюсь тем, что можно «Сломанную» везде наконец-то услышать, не только у меня в голове. Как? Настало время насладиться «Сломанной»? Настало время насладиться «Сломанной», и звукодежиссер нам дает сигнал, что уже можно переходить к водным, так сказать, процедурам. Диана, огромное спасибо, что пришли сегодня к нам. Диана Пашко замечательная латвийская певица была с нами в студии «Болткома». Ну, не сказать премьера, но на «Болткоме» точно премьера Диана Пашко «Песня сломанная».